Всем привет, с вами Encrypted и в эфире традиционный, еженедельный, уже 209-й, дальше с крипто новостей. Из него вы узнаете, сколько мистер Бист, как утверждается, заработал на продвижении щитков, как искусственный интеллект причастен к запуску к мультимиллионных мемов, а также сколько нот биткоина подвержены уязвимости для удаленного доступа. Поехали! НБУ не рассматривает криптоактивы в качестве платежного средства. Флава НБУ Андрей Пышный публично заявил о том, что Национальный банк не считает криптоактивы средством платежа. Гривна является единственным законным средством платежа в Украине. Это наша принципиальная позиция. Именно тот факт, что гривна сохраняет функциональность, устойчиво и пользуется доверием, позволяет Украине быть во многом эффективной, несмотря на войну. По его словам, НБУ работает над вызовами криптовалютного рынка, но текущий законодательный проект не полностью устраивает регулятора. Кстати, по поводу регуляции. В Минцифре прокомментировали заявление Гейтманцева про регуляцию криптоактивов в 2025 году. То, о чем мы говорили в прошлом дайджесте. В разговоре с инкриптовой глава директората цифровой экономики Министерства цифровой трансформации Украины Юлия Пархоменко заявила, что и бедомство работает над созданием оптимальных условий для развития индустрии. В Минцифре хотят отстоять либеральный подход в регулировании крипты. Чиновница отметила, что на данный момент ведется работа над двумя проектами по вопросу регулирования криптоактивов. На их базе сформируют новую редакцию законопроекта, который должны представить до конца 2024 года. Кстати, вот новость, подтверждающая, почему регулирование, именно правильное, достаточно либеральное регулирование, нужно для Украины. Потому что Украина заняла второе место в Восточной Европе по объему криптотранзакций. Чуть более половины объема приходится на институционалов, это более 1 миллиона долларов. Остальное преимущество профессиональные трейдеры. От 10 тысяч долларов до 1 миллиона. Специалисты отметили, что Восточная Европа является четвертым по величине криптовалютным рынком в мире с долей в 11%. А всего в мире 617 миллионов криптонов. Во всем мире насчитывается около 617 миллионов владельцев криптовалют, следует из отчета ASICS&Z. Из них от 30 до 60 миллионов являются ежемесячными активными пользователями цифровых активов. 68% криптонов в Украине холдят эфир. Почти 83% опрошенных владельцев криптовалют в Украине используют цифровые активы для инвестиций и хранения стоимости. Следует из результатов исследования, проведенного от имени MMDC. Явными лидерами среди токенов являются эфир 67,9%, USDT и USDC 53%, биткоин 30% в Салан 27%. Кстати, опрос достаточно интересный. Там в том числе говорится и про медиа, и про инфлюенсеров, которых читают люди, которых предпочитают, про самые полезные сообщества и так далее. Так что перейдите, почитайте, у нас на сайте есть краткая выжимка. Я думаю, вы там и нас тоже найдете. Теперь по поводу хранения криптовалют. Хранить криптовалюту можно на Best Wallet. Это мультицепочный, некосодиальный кошелек. Это настоящий инвестиционный мультитул, который позволяет хранить, контролировать, покупать, продавать и обменивать криптовалюты. Что в нем самое интересное? Сам криптокошелек имеет приложение для iPhone и Android. Поддерживает тысячи токенов и более 50 различных сетей. Свапать токены можно с помощью собственной децентрализованной биржи Bestdex или прямо в приложении. Поддерживает сразу несколько кошельков, что позволяет управлять портфолио и отслеживать изменения в курсах монет в одном месте. Прямо в приложении также доступен стейкинг с эксклюзивными приложениями от партнеров. Есть своя виртуальная карта, которая позволяет расплачиваться с криптокошелька. Интеграция с SonRamper позволяет пользователям Best Wallet получать лучшие курсы обмена и платить самые низкие комиссии, которые можно дополнительно уменьшать с помощью собственного токена проекта Best. Холдеры токена Best получают такие преимущества, как отсутствие комиссии за ХАС и дополнительные вознаграждения во время аирдропа. Кстати, сейчас как раз стартовал первый сезон аирдропа. Виталик Бутерин рассказал про будущее эфира. Виталик Бутерин поделился второй частью статьи из цикла «Возможное будущее протокола эфир». В материале под названием «The Search» всплеск сооснователя эфира указал следующие основные цели. Настичь более 100 тысяч транзакций в секунду с помощью Layer 1 и Layer 2 сетей. Повысить операционную совместимость между блокчейнами второго уровня. Эфир должен восприниматься как единая кейсистема, а не как 34 разных блокчейна. Организовать переводы в другие сети за 2 секунды. Станартизовать пользовательский опыт и повысить безопасность ссылок. Возможно, туда стоило бы еще добавить увеличение децентрализации сети, потому что, согласно исследованию Тони Варштеттера, в октябре 88% блоков эфира произвели всего 2 валидатора. Tesla перевела свои биткоины на неизвестные кошельки, а биткоинов у нее на сумму 225 миллионов долларов. Пока вроде как биткоины не продавали, что с ними случилось, я думаю, мы узнаем из следующего квартального отчета Tesla. Только 7,5% жителей Сальвадора используют биткоин как средство платежа. Также чуть более 1% респондентов указали, что будущее страны должно быть связано с первой криптовалютой. Несмотря на это, исследование показало, что рейтинг президента на ИБУБ и Киле остается высоким. 14% нот сети биткоина уязвимы для удаленного подключения. Биткоин-разработчики выступили с заявлением о том, что 13,7% компьютеров, обеспечивающих функционирование сети, подвержены взлому в виде удаленного подключения к устройству. Уязвимости подвержены компьютеры, использующие биткоин-корд до версии 25.0. При этом бах исправлен еще в мае 2023 года. Однако из-за отсутствия автообновления в блокчейне, значительная часть узлов все еще использует старый соус. CEO BlackRock высказался о криптовалютах. Основные моменты. Биткоин сам по себе является классом активов. Это альтернатива другим товарам, таким как золото. Независимо от того, кто победит на выборах, рынок цифровых активов будет расти так же, как рынок жилья в США. Роль эфира как блокчейна может резко возрасти. Криптовалюты напоминают стадию зарождения ипотечного рынка. Интересно, это он так намекает на намечающийся, надувающийся пузырь, такой как был с ипотечным рынком? Трамп опережает практически на 20% Камалу Харрис на полимаркет. И в целом объем ставок на полимаркет превысил 2 миллиарда долларов. Но что интересно, рост шансов Трампа, вот этот вот в 20%, может быть искусственным. Внимание комьюнити привлекли ряд топ-беттеров, сделавших ставки на исход президентских выборов в США. Включая пользователей под ником Freddy9999, который поставил на победу Дональда Трампа более 20 миллионов долларов. В сети не исключает, что большинство аккаунтов крупнейших ставочников связаны между собой. Пользователь под ником Doomer, который специализируется на ставках и на политические события, изучил схему транзакций указанных юзеров и предположил, что Freddy может контролировать весь этот топ. Фонд поддержки Трампа собрал 7,5 миллионов долларов в криптоактивах. Комитет по поддержке Дональда Трампа с 1 июля по 30 сентября собрал около 7,5 миллионов долларов в криптовалютах, включая BTC, ETH, XRP, USDT и USDC. По меньшей мере 18 доноров пожертвовали более 5,5 миллионов долларов в биткоине. Еще 7, около 1,5 миллиона долларов в эфире. Кроме того, как пишет Bloomberg, основатели венчурного фонда Mark Anderson и Ben Horowitz выделили по 2,5 миллиона долларов в поддержку Трампа. Примечательно, что в октябре Хоррис заявил, что сделает значительное пожертвование и на компанию Камалы Харрис. Ну что интересно, криптопроект семьи Трампа собрал всего 4% от намеченной суммы. World Liberty Financial собрал всего 4%, это 11 миллионов, от запланированной суммы в 300 миллионов. Первый день продажи токенов в LTE. Всего покупку удалось сделать примерно 2900 юзеров. MrBeast заработал более 10 миллионов долларов на щиткоин. Ютубер MrBeast заработал 10 миллионов долларов на продвижении различных щиткоинов среди своей аудитории в 320 миллионов человек, сообщил Unchain-аналитик SomaXBT. Он утверждает, что на токене Суперблогеру удалось получить более 9 миллионов прибыли при вложенных 100 тысячах долларов. Специалист отметил, что цена многих токенов, которые пиарил MrBeast, упала более чем на 90%. Также после обвала некоторые из них провели ребрендинг. Sui обвиняет в инсайдерской торговле на 400 миллионов долларов. Пользователь обвинил Sui Foundation в инсайдерской продаже токенов на 400 миллионов долларов, что привело к дампу цены актива. Команда проекта все отрицает. В фонде предположили, что продажу мог произвести неназванный инфраструктурный партнер. SEC впервые предъявила обвинение частному лицу за запуск Мэмкоина. Комиссия по ценным бумагам и биржам США впервые в истории предъявила обвинение частному лицу в запуске Мэмкоина Сайтама Ину, который в 2021 году создала вьетнамка VIFAM, более известная под ником MCV Crypto. В деле также фигурирует маркетмейкер Godbit. Гендиректор компании Алексей Андрюин, вероятно, начал сотрудничать со следствием. Но теперь не только люди, причастны к созданию Мэмкоинов. Теперь к ним причастен и искусственный интеллект. В сети уже неделю активно обсуждают запущенный на бомфан Мэмкоин ГОД. За первые 8 дней торгов его капитализация превысила 380 миллионов долларов. Что интересно, история успеха ГОД отличается от большинства других подобных Мэмкоинов и имеет непосредственное отношение к искусственному интеллекту. Это может свидетельствовать о появлении Мэм-токенов нового поколения. Мы разобрались, что или что стоит в ГОД и написали про него довольно интересный материал. Почитать вы можете по ссылке. Там замешан даже Андерсон Хоровиц, который дал охран в 50 тысяч долларов на этот Мэмкоин. В общем, очень интересная штука, связанная с Трус Терминал, который аичный протокол в свитере. Короче, почитайте. Я думаю, вам будет очень-очень интересно. Для того, чтобы понять, как этот феномен работает. Ну, и, возможно, для того, чтобы разбираться в мемах и лучше понимать мету и как на этом заработать. Кстати, для этого еще стоит подписаться на наш канал Мэм-крипто. Ссылка на него тоже будет в описании. Понимаете, в начале года со страницей секс запостили, что спотовый биткоин ETF наконец-то одобрит. И это был фейк. И секс сказали, что нас взломали. И это, короче, не мы. И мы делали стрим по этому поводу. Есть даже гифка со мной. Я думаю, где-то ее тут вставят. Так вот, ФБР наконец-то поймали того взломщика Твиттера. Но история не такая простая. Я думаю, что вы еще раз улыбнетесь. ФБР арестовала жителя штата Алабама, который стоит за взломом профиля секс в Твиттере. Именно он разместил фейковый пост об одобрении спотового биткоина ETF в начале этого года. После содеянного он сделал в интернете следующий запрос. Взлом секс.гоф. Как я могу точно узнать, нахожусь ли я под следствием ФБР? И какие признаки того, что вы находитесь в последствиях правоохранительных органов или ФБР, даже если они с вами не связывались? Это же реально первое, что вы делаете, когда совершаете противоправное действие. Узнаете, следит ли за вами ФБР за это действие, как совершить то действие, которое вы уже совершили. И кучу другого. Вы сейчас идете гуглить и пытаться узнать, как это все работает. Он нынешне заключил партнерство с BitGetPollet. В рамках сотрудничества компания взаимно интегрировала партнерские продукты с своей платформы. Об этом стороны сообщили редакции Encrypted. Мы рады партнерству и надеемся, что наше сотрудничество будет способствовать общему росту веб-3, помогая привлечь больше людей в это пространство. Заявился учредитель Ван Инч Сергей Кунц. Итак, конкурс от Trusty Plus, Kumiko Team и Encrypted. В честь дня рождения Kumiko Team команда Trusty добавит возможность установить приложение уникальный дизайн сообщества на вашу карточку. Как и положено, комьюнити проекту оформлением дизайна будут заниматься сами участники сообщества. И помимо этого можно будет выиграть призы. Первое место. 300 долларов, плюс ваш дизайн будет на карточках Trusty Plus, плюс мерч от Trusty, Kumiko Team и Encrypted. Второе место. 200 долларов, плюс мерч от Trusty Plus, Kumiko Team и Encrypted. Третье место. 100 долларов и мерч. Четвертое и десятое место. По 10 долларов каждому. Также дополнительно среди всех участников разыграют мерч от всех вышеназванных команд. Дредлайн 28 октября. Все детали по ссылке в описании. Еще одна очень интересная новость произошла в ночь с субботы на воскресенье. Поэтому я с утра в воскресенье дозаписываю этот фрагмент дайджеста. PumpFun провели АМА-сессию в Твиттере и сделали несколько важных и интересных анонсов. Команда платформы по запуску ММКоинов в PumpFun заявила, что в будущем намерена создать нативный токен проекта. Этот анонс разработчики сделали во время стрима в социальной сети X ранее Twitter. Кстати, в момент анонса мы у себя в канале Headlines и MAM Crypted запостили это практически без задержек. Потому что мы смотрели и слушали эту АМА-сессию. Она была 12 ночи. Так что подписывайтесь и включите уведомления, если вы вдруг еще этого не сделали. Представители PumpFun не стали называть конкретных сроков по выходу актива. Они лишь отметили, что таким образом хотят отблагодарить своих пользователей и дать им новый стимул для взаимодействия с платформой. Мы собираемся вознаградить наших самых первых пользователей. Все деньги, которые мы заработали на данный момент, мы реинвестируем обратно в платформу. Мы хотим создать что-то такое же большое, как Binance и даже больше, сказали разработчики во время эфира. Помимо заявлений о будущем запуске токена команда проекта представила сообщество торговый терминал PumpAdvance. Это специальная площадка с расширенными возможностями для опытных пользователей, подчеркнули разработчики. Торговый терминал включает в себя графики, статистику топ-холдеров, различные фильтры, обновляемые в реальном времени потоки данных и другие функции. В течение первых 30 дней платформа не будет взимать комиссию с пользователей, отметили PumpFun. Ну, а чтобы не пропускать все новости по мемам и все интересные лутки и все, что связано с мемами, подписывайтесь на наш канал MemCrypted и включайте все уведомления. Скоро там будет очень-очень интересно. Ранее мы не раз рассказывали вам про этот проект, поэтому просто напомним. Рассказывали мы в канале и на сайте Encrypted Airdrops. Moonvale это студия, занимающаяся разработкой Web3 игр и отдельного L2 блокчейна на базе Polygon SDK, ориентирована на геймеров. Компания планирует объединить различные GameFi проекты и пользователей на своей платформе, чтобы обеспечить бесшовное экономическое взаимодействие между внутриигровыми активами. Для децентрализации своего продукта команда проведет сейл легких нод по уже знакомой системе тиров. На каждой ноде будет зашито по 4000 токенов More, из которых на TGE будет доступно 1000. Суммарно проект привлек 9 миллионов долларов от разных фондов. На держателей нод выделено 20% до общего предложения. Сейл будет проходить по системе тиров. Чем ниже тир, тем ниже цена. Всего планируется продать до 50 тысяч нод. Сейл будет проходить два этапа. Для waitlist с 22 октября 2024 года. Покупка будет доступна за USDC в сети Polygon. Публичная продажа с 24 октября 2024 года. Покупка будет доступна за USDC в сети Arbitrum. После начала продаж просто переходим на сайт и приобретаем желаемое количество нод. Для публичной стадии сейл будет проходить в формате First Come First Serve. То есть вам надо будет успеть быстрее всех залететь и купить. Для покупки вы можете воспользоваться промокодом Encrypted, который дает право на получение 10% скидки. Также открылось бета-тестирование у проекта MetaTrace. MetaTrace это GameFi игра на блокчейне Polygon, где игроки могут зарабатывать криптовалюты и следовать свой город. Недавно команда проекта анонсировала открытое бета-тестирование, в рамках которого игроки могут протестировать приложение, предложить свои идеи, помочь с поиском багов и стать ранними участниками, получив за это награды. Как начать игру? Устанавливаем приложение MetaTrace на ваше мобильное устройство и проходим простую регистрацию. Указываем код Encrypted, чтобы получить дополнительный бонус. Также команда запустила розыгрыш с призывным пулом 2500 долларов среди 50 участников. А чтобы поучаствовать, подписываемся на телеграм-канал и твиттер, чтобы не пропускать новые активности. Блочин игра Off The Grid заняла первое место в Epic Game Store. Шутер в жанре Базл-Рояль занял лидирующую позицию в списке самых популярных игр Epic Game Store в категории Free-to-Play. Проекту удалось обогнать Fortnite, Fall Guys, Rocket League и другие. Итак, что же там у Encrypted? Традиционно напоминаю, что у нас есть waitlist в наш курс. Переходите, забирайте PDF-ку, если еще вдруг этого не делали. Если вы вдруг перешли в бота, но не добавили sweetlist, то вы не получили PDF-ку. Просто зайдите в бот, нажмите отримоты бескошно на PDF и все, и будет вам счастье. Она очень красиво нарисована, классная и все. И вот 9-го числа, на нашем дне рождения, на митапе, который тоже вот анонс «Покупайте билеты», будет анонс дальнейший по курсу подписки и остальным моментам. Так что ждите, включайте уведомления, чтобы ничего не пропустить. Ну и покупайте билеты, приходите, будет ламповый, интересный, хороший метал. У нас вышел ряд материалов очень хороших. Вышел материал про DropHunt в 25-м году, время об обучении и автоматизации. Вышло новое эссе Артура Хейса, называется «Устойчивый слабый слой». У нас вышел краткий пересказ. Переходите, читайте, также очень интересно. Как быстро и выгодно купить USDT? Топ-3 способа. Мы актуализируем постоянно материалы. Как удобно, выгодно и быстро купить USDT без лишнего гемора. Так что переходите, добавляйте, возможно, закладки, юзайте сервисы. Рано или поздно кому-то это нужно, заводить или выводить USDT. Так что, кстати, в любом случае полезно. Вышел обзор Jumbo Phone, и первого и второго, кстати. Второй телефон еще не вышел физически, поэтому мы писали по общей доступной информации, присвязывались с командой. Как только телефон физически попадет, нам в руки мы обязательно сделаем обзор. Можно, кстати, предзаказать по промокоду JumboEncrypted, и он в начале ноября, по идее, в середине ноября, они будут осуществлять доставку. Так что должно быть интересно. Телефон стоит вообще, типа, 99 долларов. И на самом деле на 99 долларов и ощущается. Так, типа, не нужно строить иллюзии, что это там очень функциональный крутой телефон. Но если встретить право риск-реворд, то, грубо говоря, это как, не знаю, покрутить какой-то аккаунт полгода в какой-то сетей, да, в ожидании дропа. А здесь вы получаете еще телефон. Так что, в любом случае, приобрести на всякий случай стоит. Будет дроп, не будет дроп, телефон-то у вас в любом случае останется. Ну и посмотрим, как он дойдет. Может быть, они исправят ошибки первого, и будет чуть-чуть лучше. Также сделали обзор проекта Mega ETH, как работает, когда запуск, и будет ли токен. Топ-5 способов заработать на криптобирже в 2024 году. Ну и дальше по инвестициям за прошлую неделю ваш сетей проекта привлекли 118 миллионов долларов. Ну, а на этом все. Приходите на ивент, записывайтесь в waitlist, подписывайтесь на все каналы, не забывайте включать уведомления. Ну и до скорых встреч. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok